Для меня миссионерство на самом деле очень близка эта тема. Помню, когда мне было 20 лет, я не смог продолжить свою учебу в университете из-за того, что у моих родителей не было средств оплатить дальше мою учебу. И у меня предстоял такой выбор в моей жизни. Мне надо было решить, что мне дальше нужно делать. Потому что я не смог получить образование. Мне надо было как-то решиться или ехать работать куда-то. В той местности, где я жил, в том селе, не было особо много работы, не было перспектив для молодежи. И мне приходилось, было такое решение, я думал куда-то уехать на заработки, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы начинать как-то сформировать свое будущее. Потому что переживал, думал, надо что-то делать в своей жизни для того, чтобы создавать свое будущее. И было в то время, когда у меня были эти переживания, думал, что дальше делать. И мне предложили поехать на миссионерский тренинг. Миссионерский тренинг трех месяцев. Он длился три месяца. Этот миссионерский тренинг, там и теория, и практика. Мы учились и практиковали то, что мы учили. Знаете, я решил, я молился, и я решил поехать на этот миссионерский тренинг. Понимая, что все-таки у меня были какие-то желания как-то сформировать свое будущее, как-то заработать для того, чтобы, может быть, купить дом, образовать семью. Об этом всем я переживал. И я молился, и я понял, что Бог хочет, чтобы я поехал на этот миссионерский тренинг. И знаете, я не жалею о том решении, которое я сделал, когда мне было 20 лет. Я решил поехать туда, посвятить вот это время Богу. И после этого времени я еще шесть лет в Украине служил в миссии. Для меня это было благословенным временем, потому что я многие вещи увидел практичнее. Практичнее увидел Бога. Увидел Бога, который всегда заботится. Даже в самые трудные минуты Он всегда рядом. Увидел чудеса, которые Он делает. Бывалые моменты, когда мы проводим какой-то лагерь. И мы понимаем, что сейчас погода будет, ну, портится погода. Сейчас придут тучи, видим, что тучи вокруг дождь. Мы понимаем, что сейчас мы не сможем провести программу. Мы начинаем молиться. И Бог делает такие чудеса. Пастырь бежит, повсюду дождь. А у нас там, где мы делаем лагерь, там солнце, там хорошая погода. И это было, на самом деле, таких чудес было много, когда мы видели на практике Бога в действии. Для меня это был ценный опыт. Ценный опыт, который, проходя через это, Бог сформировал меня. Он работал в моем сердце. Он сделал меня таким, каким я являюсь сейчас через все это. Я благодарен Богу за этот опыт. И знаете, вот это стих, который написан в Евангелии от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я как-то по-другому начал смотреть на этот стих, когда действительно посвятил вот это время Богу. Бог позаботился и отдал, я понял его повеление. И отдал вот это время ему, и он позаботился о том, о чем я переживаю. Ищите прежде Царство Божие. И все остальное приложится. На самом деле в моей жизни так и произошло. Бог благословил все, о чем я переживал. Он все сделал даже лучше, чем я себе мог мечтать. Поэтому вот это время, вот эта жертва, вот этот призыв, который Бог сделал для меня, я откликнулся на его призыв. И вот это время, которое я посвятил, для меня оно было благословенным. В этом стихе, вот это повеление, которое Бог говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вот это повеление, я думаю, он хочет, чтобы церковь, и каждый верующий человек понимал и исполнял его повеление. Я думаю, что это очень серьезное повеление, потому что мы недавно закончили разбор деяния апостолов, и мы видели, на самом деле, как ученики восприняли серьезно вот эти слова, которые Иисус сказал. Идите, проповедуйте. Очень много мы можем увидеть или ярко увидеть в апостоле Павле, который апостол язычников, который он и шел, и проповедовал. И шел, проповедовал там, где не знали, кто такой Христос. Он и шел туда. Он принял вот это повеление всерьез. Это не просто слова, он понял, что это серьезно. Наверное, когда мы с кем-то расстаемся, мы хотим что-то напоследок сказать, что-то важное. Мне кажется, когда Иисус расставался с своими учениками, Он хотел оставить им самое важное, сказать что-то важное, самое важное. Идите и проповедуйте. Всей земли, до края земли. Я бы хотел сегодня не призывать к тому, чтобы вы пошли домой, начали собирать вещи, продавали все и ехали в миссионерство. Я бы хотел сегодня, чтобы мы подумали о Божьем повелении и как я могу участвовать в этом. Чтобы мы подумали о том, как я могу участвовать в этом. Где мое место в этом повелении? Как я могу быть вовлечен в этом? Если бы говорить о миссионерстве, я бы сравнил это с военными действиями. Я думаю, что как там, учая в школе историю или, возможно, другие ресурсы, документальные фильмы, какие-то истории, когда мы смотрим и думаем о войне или о военных действиях, мы понимаем, что есть такие две линии. Есть те, которые прямо на передовой, те люди, которые находятся в самой горячей точке, те солдаты, которые находятся прямо, где ведется война, есть тыл. Те, которые снабжают вот эту первую линию, те, которые находятся в самой горячей точке. Есть передовая, есть тыл. Можем сравнить это с военными действиями, потому что на самом деле мы находимся в духовной войне. Идется борьба за душ человека, за душ человека, за души человека. Если мы откроем 1 Коринфянам, 9 глава, прочитаем 7 стих, 1 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадив виноград, не ест плодов его? Кто пася стада, не ест молока от стада? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Не можно сказать, что важнее, те, которые находятся на передовой или те, которые находятся в тылу. Потому что если что-то не работает, скорее всего, не будет достигнута цель, скорее всего, не будет победы. Те, которые находятся на передовой, те люди, которые, возможно, имеют определенные качества, которые Бог увидел, и Бог призывает тех людей, возможно, идти в такие далекие страны или тяжелые страны, которые, возможно, нет возможности или не разрешено христианство, но люди едут туда. Это люди, которые должны иметь определенные качества. Те люди, которые находятся на передовой, это должен быть служитель. На самом деле он должен быть миссионером своей церкви. Если этот человек отправляется в какую-то миссионерскую точку, где на самом деле очень тяжело, или даже группа отправляется в какую-то страну для того, чтобы совершать миссию, эти люди должны быть, на самом деле, иметь доброе свидетельство в церкви. Для того, чтобы ехать туда, они могли служить там. Если они должны быть миссионером, начиная с своего дома и заканчивая всем миром. Если мы являемся миссионером в своей церкви, в своем городе, в своей стране, тогда мы будем миссионером и в другой стране. Если мы откроем Ефесянам, 6 глава, 13 и 17 стих, «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолеть, устоять. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинною и облекшись броню праведности, и обувь ноги готовность благовествовать мир. Опачив всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». И вот этот человек, который миссионер, который отправляется на передовой, он должен иметь вот это все оружие, духовное все оружие. Он должен иметь это для того, чтобы в разные обстоятельства он мог противостать, он мог быть живым свидетельством, он мог проповедовать Христа и мог иметь успех. Он должен иметь вот эти качества, он должен иметь вот это духовное все оружие Божие. И другое, для того, чтобы у него был успех, те люди, которые, можно сказать, на передовой, сравнивая с военными действиями, те люди, которые находятся на передовой, они должны быть оснащены и материальными. Для того, чтобы свершать там труд, они должны быть оснащены и материальными. Мы, каждый человек имеет нужду, имеет нужду в пище, в жилье. Так и этот человек, когда он идет на передовой, для того, чтобы проповедовать Христа, он, имея вот это все оружие Божие, он нуждается для того, чтобы он мог свершать там труд, он нуждается в материальном. Возможно, еще он нуждается в том, чтобы как-то помогать той местности, где он находится. Зависимо от контекста, чего там нужно, может быть, он приносит какие-то материалы. Например, если группа, или я думаю, что та группа, которой они ехали в Молдавию, у них было инвентарь. Они купили, скорее всего, инвентарь для того, чтобы провести этот лагерь. Им нужно это для того, чтобы провести. Скорее всего, и они расскажут, что они, скорее всего, помогали этой церкви, помогали, может быть, и людям, которые есть в этой церкви, свидетельствами, показывая Бога практичней, для того, чтобы Бог был прославлен, для того, чтобы Его Евангелие распространялось по всей земле. Нам всем не дано быть на передовой. Не все могут ехать там, не все имеют такой возможности по разным обстоятельствам. Например, я не смогу уехать на полгода в какой-то миссию, потому что у меня семья есть, у меня есть обязанности перед своей семьей, перед своей женой, перед своим детьми. Скорее всего, я смогу уехать, может быть, на неделю-две какой-то миссионерской поездки, но на длительный какой-то срок я не могу, потому что у меня есть обязанность перед своей семьей. Может быть, у кого-то есть определенные, есть проблемы со здоровьем, и он не может ехать, поэтому не все могут быть на передовой. Когда я служил в Украине в миссии, у нас были время, когда к нам приезжали миссионеры с разных стран, и мы проводили разные мероприятия. На Новый год мы проводили пасхальные такие в школах, рассказывали про Христа, на Пасху и летом лагеря. И вот в это время приезжали разные миссионеры с разных стран. И вот на Новый год мы готовили программу, и приехали разные миссионеры с Америки, с Австралии, с Англии. И вот одна сестра приехала с Австралии, и она рассказывала, что мы перед тем, как ехать куда-то, как начинать программу, мы пару дней работаем с этими людьми, рассказывая о культуре, рассказывая, с чем они могут сталкиваться, спрашивая, какие их ожидания. Вот эта сестра рассказывает о том, что она закончила школу, и она очень хочет быть миссионеркой. Но родители ее уговаривают, говорят, что тебе надо идти дальше учиться, но она хочет быть миссионеркой. И прошло эти две недели. И когда прошло эти две недели, мы обычно делаем фидбэк, делаем вывод. Каждый делает вывод. И вот эта сестра говорит, что она поняла, что она не может быть миссионеркой. Она поняла, что то, что она ожидала, это другое. Она имела совсем другие ожидания. Она поняла, что у нее были проблемы со состоянием здоровья. Она поняла, что она не может выдержать вот все это. Ей очень тяжело. Она поняла, что ей надо вернуться, послушаться родителей и учиться дальше. Возможно, она выучилась, возможно, она участвует, может быть, она стала миссионеркой, но в то время она не могла быть. Она поняла, что это не ее время. Она поняла, что по состоянию здоровья, по тому, что она увидела, имея свои ожидания, она увидела, что она не может быть миссионеркой. И на передовой не все могут быть. Итак, для того, чтобы быть на передовой, должен быть служитель, иметь хорошее свидетельство в церкви, быть миссионером, начиная с своего дома и заканчивая всем миром. Имея духовное всеоружие, для того, чтобы в разные обстоятельства этот человек мог противостоять. И имея физические всеоружия, имея вот это материальное, для того, чтобы мог свершать там труд. Итак, в тылу. Те, которые находятся в тылу, которые помогают, оснащают те, которые находятся на передовой. Какие качества, кто они? Это тоже миссионеры. Это тоже миссионеры. Мы тоже являемся миссионерами в нашей церкви, в нашей городе, в нашем стране, в нашем доме. Мы являемся те, которые проповедуют Евангелие. Мы должны быть миссионерами для того, чтобы понимать, как это делается. Понимать, как сложно тем людям, которые находятся на передовой. Мы должны их понимать. И Бог призывает не только тех, которые находятся на передовой, чтобы они проповедовали Евангелие. Но и каждого из нас, те, которые не имеют возможности ехать, они тоже должны быть миссионерами. Проповедовать в той местности, на той работе, где они находятся, в той церкви, они должны быть живым свидетельством. Второе, если мы прочитаем 1 Коринфянам, 9 глава, 13 и 14 стих, ниже, мы читали 7 стих, сейчас 13 и 14 стих. Разве не знаете, что священодействующий питается от святилища, что служащий жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Так и Господь. Это повеление Божие, чтобы мы поддерживали тех служителей, которые проповедуют Евангелие. Это повеление Божие, чтобы вот это работало все правильно, чтобы мы поддерживали тех людей, которые проповедуют Евангелие. Как мы можем поддерживать? Мы можем молиться о них. Мы можем молиться, зная, звонить, узнавая, какие у них трудности, каких у них обстоятельств, для того, чтобы молиться, чтобы Бог им дал силы. Мы можем, если Бог благословляет нас, мы имеем возможность, мы можем их поддерживать. Мы можем их поддерживать финансово или какими-то благами, которые у нас есть, может быть, какие-то материальные, какие-то вещи, я не знаю, Бог может показать. Мы можем их поддерживать для того, чтобы они совершали это служение. Это повеление Божие, чтобы те люди, которые посвятили себя для Божьего, для того, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы они имели все для этого, чтобы они могли это сделать, чтобы им легче было преодолеть те трудности, то, чем они сталкиваются, для того, чтобы достичь эту цель – проповедовать Евангелие. Для того, чтобы каждый человек в этом мире имел право на выбор, чтобы каждый человек в этом мире услышал про Христа, чтобы он мог выбрать, следовать за крестом или нет. Потому что Божья любовь, она огромная. Он каждого любит, и он каждому хочет показать себя для того, чтобы каждый человек имел выбор. Итак, если кто важнее, те, которые находятся на передовой или те к тылу, я думаю, что все важно. Если человек, который находится на передовой в какой-то точке, Таиланд, Африка, Молдова, и он имеет успех. Например, в Молдове собрали очень много детей, организовали лагерь, рассказали Евангелие очень многим детям. А в церкви стоит колледжи. Братья и сестры молятся об этой поездке. Поддерживают. Дали все необходимое для того, чтобы пожертвовали, все необходимое для того, чтобы был успех. То вот этот успех, вот этот успех, этот успех не только той группе, которая организовала этот лагерь, а этот успех совместный. Я могу быть участником или могу быть миссионером не только когда отправляюсь куда-то далеко, но я могу им быть миссионером в своей церкви, молясь о тех, которые едут, поддерживая их, поддерживая их труд. Я становлюсь сопричастником его успеха, его проповеди Евангелия, потому что это мы делаем вместе. Я думаю, что в этом есть Божия воля, чтобы мы делали это вместе. Если вы хотите быть миссионерами, если у вас нет возможности ехать, то вы можете молиться, вы можете поддерживать. Поэтому мой сегодняшний призыв – это не то, чтобы давить на ваши эмоции, чтобы вы начали идти домой, паковать вещи, продавать все для того, чтобы ехать на миссионерскую поездку. Нет. Это то, чтобы вы поняли, что Божие повеление, которое Бог говорит, это важно. И ученики это поняли. Дядя Апостол, они это поняли, они и шли и проповедовали. Там, где еще не было, они и шли и проповедовали. Я думаю, что мы должны быть благодарны в том, что наша церковь на самом деле является миссионерской церковью. В этом году у нас есть миссионер в Таиланде. В этом году наш брат поехал в Африку на полгода. Была организована миссионерская поездка группа в Молдову. Мы должны благодарить Бога за это, за то, что мы понимаем его повеление. Я хочу, чтобы мы молились, чтобы миссионерское служение в нашей церкви, оно развивалось. Чтобы не заканчивалось только на одной поездке. Может быть, чтобы были две или три. Может, чтобы не было двое миссионеров, но Бог, чтобы послал еще больше миссионеров. Пусть Бог поможет нам в этом. Я думаю, что пусть Бог поможет нам, чтобы мы осмыслили серьезно его повеление и могли участвовать. Участвовать в этом. Для того, чтобы Бог прославлялся и для того, чтобы Евангелие его достигло по всему миру. Аминь. Давайте помолимся.